МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей о самых важных событиях Муравленко. Расскажем прямо сейчас. Помощь ребенку будет оказана. Губернатор Дмитрий Артюхов провел прием граждан. В памяти героев бессмертна. 3 декабря в России день неизвестного солдата. 150 работ и 70 участников. Жюри конкурса «Ямальский вернисаж» определила победителей. 4 декабря губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представит депутатам и общественности ежегодный отчет о результатах деятельности правительства Ямала и о положении дел в регионе. Губернатор даст оценку текущей ситуации, подведет итоги года и наметит перспективы на ближайший период. В своем докладе глава округа проанализирует деятельность органов исполнительной власти и поставит задачи на среднесрочный период, обозначит актуальные и значимые проблемы, а также пути их решения. Дмитрий Артюхов представит отчет во вторник в 10 часов утра. Телеканал «Ямал-регион» покажет его в прямом эфире. Онлайн-трансляция будет организована и на сайте правительства автономного округа. «Единая Россия» провела региональную неделю приема граждан, приуроченную ко дню рождения партии. За 7 дней депутаты, представители власти, специалисты профильных ведом встретились с более чем 60 жителями города. Что больше всего волнует горожан, расскажет Ирина Бугрим. Пообщаться с представителем губернатора Ямала Валентиной Полыновой изъявили желание 4 человека. Горожан волнуют проблемы с трудоустройством, переселение из ветхого и аварийного жилья. Прозвучали и предложения. Сергей и Алексей Лаптюговы готовы заняться реализацией проекта «Онлайн-дом». Это мобильное приложение, с помощью которого можно получить доступ к информации и сервисам управляющих компаний. Валентина Полынова инициативу поддержала, но отметила. Идею нужно детально изучить и в первую очередь с правовой стороны. Во-первых, это надо отработать с правовой стороны, с юристами, с управляющей компанией. И я вижу, что они горят желанием. Думаю, что как пилотный такой проект можно реализовать. К депутату окружного парламента Светлане Каменской обратились представители коренных народов Севера. Наталья Мултанова спрашивает, почему студентам колледжа из числа коренных перестали выплачивать денежную компенсацию на покупку одежды и обуви. Нам было удобно, когда наши ребятишки получали эту помощь в денежном варианте. Они на эти деньги полностью проживали. Некоторые студенты у нас жилье на эти деньги снимали. Многопрофилем колледжа обучаются пять студентов из числа коренных народов Севера. Все они состоят на полном государственном обеспечении. Согласно кружному постановлению, денежная выплата таким студентам отменена. Замена не получает необходимые вещи и предметы. Нами проведена работа по изучению потребностей студентов в одежде и обуви. Произведен отбор, заключен договор с индивидуальным предпринимателем. И вот буквально на днях они получат одежду, которую выбрали совместно с социальным педагогом и родителями. Светлана Каменская пообещала направить депутатский запрос в адрес губернаторам с просьбой рассмотреть возможность и вернуть для студентов денежную выплату. Рассмотреть вот этот вопрос и разрешить отнесение именно нашей территории, города, к тому району, где коренным и малочисленным народам Севера происходят выплаты в денежном эквиваленте для того, чтобы удовлетворить потребности действительно людей, которые говорят о том, что это неудобно. На мой взгляд, те нормативно-правые акты, которые принимаются, они должны быть в первую очередь направлены на именно решение вопросов населения. Всего за региональную неделю в приемную партию обратились более 60 человек. Всем заявителям даны разъяснения, некоторые обращения граждан взяты на особый контроль. Ирина Бугрим, Андрей Нагибин, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко. Губернатор Ямала провел прием граждан по личным вопросам. С заявителями из Салихарда Дмитрий Артюхов общался лично с жителями других муниципалитетов посредством телефонной связи. От Муравленко к главе региона обратились Светлана Гнатенко. Мама ребенка особой заботы попросила губернатора оказать содействие в приобретении компьютера и логопедической коррекционной программы для дочери. Мы посещаем школу и все учреждения, которые нам надо, но она плохо у нас, не идет у нас речь, как бы разговариваем, но очень-очень плохо. Губернатор поддержал просьбу Светланы Гнатенко. В 2019 году из средств фонда благотворительной акции «Подари надежду, необходимое оборудование для коррекции речи» будет закуплено. Сегодня в России чтят память безымянных солдат. Дата 3 декабря была выбрана не случайно. В этот день, в 1966 году, под стены Кремля перенесли останки красноармейца, погибшего в боях за Москву. Его имя установить не удалось. Сегодня о подвигах неизвестных солдат вспоминают в разных уголках страны. Тему продолжит Татьяна Бойко. В четвертой школе вспоминают неизвестных героев, чей подвиг в истории остался безымянным. На встречу с семиклассниками пришли поисковики из отрядов «Искры» и «Ратибор». Для участников поисковых экспедиций день неизвестного солдата – особенная дата. Каждый год во время раскопок они возвращают из обвения все новые и новые имена. На том участке, где проводятся поисковые работы нашей экспедиции, поднято уже более 600 останков. А судьбы установлены только порядка 27. И, казалось бы, цифра небольшая, но та работа, которая проведена в этом направлении, она колоссальная. Объем этой работы трудно с чем-либо сравнить. Командиры отрядов «Искры» и «Ратибор» рассказывают школьникам о том, как проходят экспедиции. Интересных историй хватит не на один час. А значит, есть повод встретиться еще не раз. Тут же у ребят возникает немало вопросов, главный из которых – как стать поисковиком. Значит, встреча была не зря, значит, оставила след в сердцах ребят. Мне было очень интересно слушать об этом, так как я многого из этого не знала ранее. Я интересовалась этой темой, но углубленно я не изучала. И узнать о том, как это все проводится, для меня было неким открытием. И я считаю, что по насыплению своего 14-летия я с радостью отправлюсь в экспедицию. За 9 вахт памяти ратиборовцы вместе с другими поисковыми отрядами подняли из земли и торжественно придали земле сотни красноармейцев. Солдат, которые героически погибли, пытаясь остановить врага на дальних подступах к Москве. Хроника Великой Отечественной войны изучена историками по дням, часам и даже минутам. Но имена многих героев, погибших в тех далеких боях, до сих пор неизвестны. Поэтому задача поисковиков остается неизменной – вернуть имена павшим героям. Отряд «Искра» уже строит планы на вахту памяти 2019. В этом году мы считаем обязательным принятие участия именно в Ростовской области, чтобы доделать эту работу и поднять тех бойцов, которые остались там. И дети этого хотят, потому что они непосредственно сами работали и находили. Я считаю, это будет нечеловечно, если мы эту работу не доделаем и перейдем на какую-то другую точку. День неизвестного солдата в календаре памятных дат появился недавно. Впервые его отметили в 2014 году. С тех пор, 3 декабря, о безымянных войнах вспоминают в разных уголках страны. Это очень важная дата, так как нужно помнить подвиги своих дедов и прадедов, потому что они спасли нам жизнь, они спасли свободу нашей Родины и Отчизны. И сегодня у памятного знака поисковики вместе с сотрудниками полиции почтили память неизвестных солдат минутой молчания и возложили живые цветы, еще раз вспомнив тех, кто не вернулся с войны. Татьяна Абойко, Антон Иванов, Новости Муравленко. В Муравленко прошла неделя тестирования на ВИЧ. Она приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В течение недели в городе работало 7 пунктов для экспресс-тестирования. Свой статус проверили более 400 человек. Подробности в следующем сюжете. Ежегодная неделя добровольного тестирования на ВИЧ призвана проинформировать как можно больше людей об опасной болезни. Сегодня в Муравленко на учете у врача-инфекциониста с диагнозом ВИЧ состоят 82 человека. Только с начала этого года 15 тестов дали положительный результат. В течение недели в городе было организовано 7 пунктов тестирования. Они работали в торговых центрах и структурных подразделениях городской больницы. Каждый день обследования проходили от 60 до 70 человек. Мне кажется, такие акции важны, потому что людям нужно знать о их здоровье. ВИЧ-инфекция – это, скажем так, неприятная болезнь. Особенно ей сейчас в последнее время астрадат подростковый период, ну и взрослые от 25 до 30 лет. Скажем так, не очень рекомендуемая болезнь, от которой надо срочно лечиться. А данная акция, проводимая здесь у нас в тандеме, она помогает людям узнать и вылечить ее, если ее обнаружат. К сожалению, препаратов, полностью излечивающих ВИЧ-инфекцию, на сегодня не существует. Она передается тремя путями. Это половой путь инфицирования, наркотический, то есть кровоконтактный и вертикальный – от матери к ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. По словам врачей, в ходе профилактических бесед выясняется, многие жители не имеют представления об основных причинах ВИЧ и мерах по его профилактике. Поэтому профилактики с населением специалисты отводят особую и значимую роль. Я думаю, что это, наверное, не совсем внимательно был прослушан весь материал, может быть, не совсем ответственно относятся к тому, что они слышат, то, что они видят. Но, с другой стороны, это очень даже хорошо. На основании того всего услышанного и увиденного сегодня мы знаем, в каком ракурсе нам дальше работать, в каком направлении, на чем сделать акцент, чтобы наше население, особенно подростки, были более особенно длинны и знали больше информации именно о такой страшной инфекции, как ВИЧ-эффекции. Вирус иммунодефицита человека относится к так называемым спящим инфекциям. Первые признаки болезни могут появиться лишь через несколько лет, после заражения. Именно поэтому сегодня каждый должен знать свой ВИЧ-статус. Для этого достаточно обратиться в поликлинику к педиатру, терапевту или инфекционисту и сдать кровь. Валерия Чижик, Инна Юшина, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко. Сегодня во всем мире отмечается Международный день инвалида. Он призван привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями и помочь их адаптации в обществе. В нашем городе проживает более 800 людей особой заботы. Более 150 из них маломобильные. Наш корреспондент Татьяна Коломеец встретилась со Светланой Хайреддиновой. 20 лет назад автомобильная авария разделила жизнь Светланы Хайреддиновой на до и после. Два года понадобилось, чтобы понять, нужно жить дальше. Мне именно семья помогла адаптироваться и продолжать жить именно с тем, что у меня именно получилось. Но именно жить не просто существовать, а именно полной жизнью, полноценно. Со временем Светлане удалось полностью адаптироваться и вернуться к полноценной жизни. Она постоянно посещает городские мероприятия, занимается бизнесом, занимает призовые места на соревнованиях различного уровня и даже путешествует за границу. Сложилось так, что сплоченно сестра, племянница, мать, мы все вместе как одно целое. Нет такого, что кто-то оказался в беде и мы не смогли помочь друг другу. Такого не бывает. Думаю, достаточно просто находиться рядом. Больше ничего не требуется. Уже почти год Светлана развивает сетевой маркетинг в собственном офисе. Говорит, работа помогает быть всегда в движении, знакомиться с новыми людьми, развиваться как личность. Когда нам предложили именно возможность самозанятости, мы решили воспользоваться. И именно написали свой бизнес-план. Он был утвержден, был принят нашим городом. И мне дали возможность, именно толчок, и попробовать себя именно в сфере официально, в сфере именно сетевого маркетинга. Спортом профессионально Светлана занялась шесть лет назад. Ее главное достижение – спортсменка вошла в состав сборной России по пауэрлифтингу, которая готовилась к участию в Паралимпиаде 2016 года. Сразу же с первых же дней тренировки, то есть перспективы очень были, Светлана показывала очень хорошие. И мы с ней обговорили, начали сразу подготовку уже к российским соревнованиям, где она показала очень хороший результат. Заняла второе место на Кубке России. Это был Санкт-Петербург в 2013 году. Светлана относится к жизни философски и благодарна судьбе за все. Своим примером доказывает – она человек сильного духа и безграничных возможностей. Татьяна Коломеец, Андрей Нагибин, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. В эколого-краеведческом музее наградили победителей девятого городского конкурса «Ямальский вернисаж». В этом году муравленковцы представили более 150 работ, выполненных своими руками. На подведение итогов побывала и наша съемочная группа. В «Ямальском вернисаже» приняли участие 70 мастеров – профессионалы и любители декоративно-прикладного творчества. Многие участвуют в конкурсе не впервые, раз за разом удивляя жюри с шедеврами. Но есть и новички. Например, семья Кузнецовых. Вот эти картины вышиты руками отца семейства Виктора. За семейное увлечение и талантливые работы Кузнецовых наградили супер-призом. То, что дали семейный супер-приз, очень приятно. Мы, конечно, очень рады нашей награде, очень приятно, что оценили наше семейное творчество получается все-таки. Выбрать лучшее из лучшего. Задача перед жюри стоит непростая. Но здесь на помощь приходят посетители выставки, голосуя за приз зрительских симпатий. В этом году он достался Оксане Щапиной. А вот гран-при от местного отделения партии «Единая Россия» получила Алла Иванина за паной из Джута. Ее удивительные маски привлекли внимание всех. Остальные рукодельницы награждены дипломами за участие и отмечены в специальных номинациях. Сначала я вышивала крестиком картины, а потом меня увлекла ленточка. Я начала вышивать ленточкой и добавляю сейчас бисер. И у меня получились работы, мне они очень понравились. Я решила в этот раз поучаствовать еще раз. Вышивка, куклы, докупаж, гипсовая штукатурка и плетение из бумаги. Разнообразие техник богатое. Цель конкурса – увидеть все разновидности декоративно-прикладного искусства и познакомиться с мастерами. Мы планируем расширить номинации, потому что с каждым годом все больше работ интересных. Будем обращать внимание на новую технику, новые технологии выполнения работ. На протяжении девяти лет ямальский вернисаж организует общественная организация «Женщина Муравленко». В рамках проекта «Единая Россия. Крепкая семья». Инициативу поддерживают предприниматели и управление культурой и молодежной политики. Поплатив идею однажды, они не прогадали. Очередная экспозиция убедительно свидетельствует о том, что муравленковцы обладают огромным творческим потенциалом и неуемным желанием творить. Сана Шосток, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко. И это все новости на сегодня. Более подробную информацию смотрите на нашем официальном сайте. Муравленко, 24.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова